Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Слушай, недавно услышала интересную такую штуку. Человек делился в разговоре, и фраза прозвучала такая. Инфодайинг – это одно из направлений, когда ты входишь в человека, есть куча других направлений, других психотехник, других разных таких погружений в себя, медитативных в том числе, которые, то же самое, что инфодайинг, и дают такие же самые результаты. И ты знаешь, я туда стояла и немножко даже прифигела. Потому что я таких направлений не знаю. Я посвятила столько лет углублению, я их не знаю. Единственное, с чем могут путать инфодайвинг, на мой взгляд, это гипноз. Потому что все есть гипноз, и человек классический гипноз иногда выносит отдельно, а все, что касается дальше вариантов медитации, тета-хиллинга, разных телесно-ориентированных вещей и так далее, он относит к отдельно существующим. Типа это не гипноз. Это тоже разновидности гипноза. Но для этого достаточно почитать книгу «Управление восприятием», чтобы понять, что все эти направления заканчиваются сомнамбулизмом. Все. Точка. И дальше идет научный факт. За сомнамбулизмом ничего нет. Точка. Психотерапия работает до сомнамбулизма, кодирование работает до сомнамбулизма, все, что касается внушений, работает до сомнамбулизма и так далее. Все до. До. И в основу выздоровления человека кладется механизм внушения. Да. Внушения. Тот механизм, которого в психике нет. Парадокс, да? И поэтому я стояла, и я сначала ничего сказать не могла, я зависла просто вот так в воздухе подвешенной. И понимаю, что объяснять что-то бесполезно, рассказывать, показывать бесполезно, потому что у человека в голове нет азов. Есть каша. Есть каша, и при этом человек прошел очень много психотехники. Правильно. Но он не смог их систематизировать. Он не смог их разложить по полочкам, и он не смог в них увидеть гипноз. Парадокс. А почему не смог? Потому что он искал деньги. Да. Потому что он приходил заниматься психотехникой не ради психотехники, а для того, чтобы ее перепродать, использовать, да, для заработка. То есть я прихожу в тета-хилинг, чтобы быстренько побежать перепродать тета-хилинг. Ну, в принципе, оно так действительно и делается, на самом деле. Все вот, я насколько знаю, теперь благодаря там ТикТоку, Инфодайву, Инстаграм, я наблюдаю эти все, да, действительно. Человек идет на курсы, обучается для того, чтобы зарабатывать. Интересом здесь не пахнет. Это подмена деньгами интереса, и это бесперспективно с точки зрения денег. Деньги не приходят, когда за ними идут. Они идут за человеком, если человек следует за интересом. По-другому не бывает. Взять любого известного, знаменитого человека, который имеет деньги, он всегда работал и занимался тем, что ему интересно. Причем интересно ему было не процесс наблюдения за чем-то. Я наблюдаю, как течет вода, мне интересно. Нет, подсознание тоже неинтересно, оно знает, как течет вода. А вот когда ты проявишь что-то новое в сознании, в материи, когда сознание по-другому изменит материю, вот это твоему подсознанию интересно. Вот только это интересно. А процесс, как течет вода, или дует ветер, или капельки росы собираются на траве, это подсознанию неинтересно. Оно тебе за это оттырит. Оно посмотрит, посмотрит. О, завист. Скучный ты. Скучный ты. Нет у Стёба. И поэтому вот эти вот ом, они под зад периодически, с завидной периодичностью получают. Потому что подсознанию скучно говорит, ну, ты жизнь прожигаешь. Да, да, да. Жигала. Ну, на самом деле, вот эти ом, кстати, ты затронула, да? Когда смотришь в глаза человеку, то глаза очень грустные, или как сказать, печальные. Печаль. Тоскливые. Там тоска. Вот я бы сказала, там тоска в глазах. Ну, смотри, если бы ты была подсознанием, ну, а ты умеешь быть подсознанием, и ты смотришь на деградирующее сознание в ом, которому интересно, как течёт вода в 50-й год подряд, у тебя не будут печальные глаза? Знаешь, какое подсознание желания? Мгновенно появляется. Треснуть. Треснуть, и причём очень больно треснуть. Да. Причём так треснуть, чтобы ты полежал камнем, по которому бы эта вода потекла. Полежал веками, чтобы ты оценил жизнь и вернулся к телу, и надышаться не мог. Вот она боль, на самом деле. Вот почему нужна боль, да. По-другому ты никак не можешь просто прозбудить камень. Да, да, да. Это про деградацию сознания. Так смотри, какие подмены. Человек... Вот в чём зацеп? Человек идёт внутрь себя, в медитации. И, казалось бы, он же в себя внутрь идёт. То же самое, что мы делаем. Мы же тоже внутрь себя идём. Да, да. Но при этом у него в восприятии остаётся объективное восприятие до сомнамбулизма, который говорит, у тебя есть Вселенная, у тебя есть вынесенный Бог, у тебя есть инопланетяне, у тебя есть авторитеты вне тебя. То есть не ты создал Землю, не ты создал Вселенную, не ты создал инопланетян, не ты один полностью создал свою реальность. А есть ещё кто-то, не я, который это создаёт. То есть ты растянут, двойственен сразу на не я. И как только у тебя есть не я, как только у тебя вынесен авторитет, всё, goodbye, my love. Ты в искажении, ты пришёл в сон. Ты в искажении, всё, сомнамбулизм и глубокий сон. Ты дальше пройти не можешь. Да, вот он сон, да, именно. И вот этот переход в засомнамбулические состояния начинается с возвращения Бога в себя, с возвращения ответственности. И вот когда ты уже в субъективном восприятии начинаешь идти дальше, но тогда будут парасомнамбулические состояния. Пара. Когда ты уже просыпаешься. И вот эти состояния уже тогда работают. Работают на результат. Поэтому я не видела психотехнической базы, основанной на гипнозе, которая бы давала результат. А все психотехнические базы до сомнамбулизма, неважно, ты идешь в себя или куда-то. Тебе говорят, мы идем в себя. Ты идешь в себя. Ощущение, расконцентрация потом. И теперь расширьтесь до размера площади, до размера своего города, до размера вселенной. А теперь видите зелененький мир, фиолетовенький мир, еще какой-то мир. Но ведь это все вне тебя. Вне тебя. Ты расширяешься расширяешься до размера города, который существует. Здесь тебя нет. Ты гонишься за внешним контуром авторитетным. Тебя нет. Все. И это есть момент как раз-таки засыпания. Вот этот, когда расширься, расширься. Да, и ты уходишь в сон в сон. И это твое расширяется, расширяется, как презерватив, блин, надувается, 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 и все. И результата нет. Результата нет. Беременность не состоялась. Встреча не произошла. С самим собой. Чувств нет. Чувств нет, да. Поговорили, называется, пришли к чему. Все же по подобию, блин. Ну да. Просто вот это непонимание, мы сколько раз его рассказывали, сколько раз показывали, сколько раз получается негально. А человек не слышит. А смотри, нереально, человек не слышит. И саму суть не ловит. Разницу не ловит. Разница не ловит. А смешивает, это как все, то есть обесценивает. На самом деле, это про обесценивание. Обесценивание с целью заработать денег. Смотри, какой продукт. Да, да. Поэтому ты не имеешь денег. С целью заработать деньги, обесценивание. Вот поэтому и идет, нет денег. Потому что нет ценностей. Нет. Нет, даже не то, что нет ценности А не осознает ценность того Что имеет Что получил Какая возможность Открылась Видишь, обесценивание, смешивание в кучу И тогда, а что тебе надо из этой кучи А не знаю, все пригодится Инфодайинг Это возвращение в себя В точку концентрации всего в себе Тогда весь мир это ты Тогда любой человек это ты И ты видишь в каждом человеке Своё зеркальное отражение И поэтому, когда ты хочешь, чтобы это отражение Было здорово, оно не может не быть здоровым Потому что ты один И ты задаёшь правила игры Это если вкратце сказать о том Куда ты приходишь К точке, куда ты приходишь В эту точку, в такое восприятие Это сдвиг точки сборки Это большой путь сюда надо прийти Но ты двигаешься в субъективном восприятии Без страха в себя И в тебе нету вынесенных персонажей Это всё ты И сознание болезни Ты и радость, и счастье Ты и чёрт, ты и демон Ты всё ты А если ты там встретишь кого-то А кого ты встретишь, кроме себя Или ещё как А если ты Подожди, как Нацепляешь на себя чего-то А что может быть мне тебя нацеплено Да, да, да То есть тут исчезают все страхи Тут вообще страх исчезает, как страх То есть вот эта составляющая Включая страх смерти Он тоже исчезает, потому что смерти нет Да, да, да Вот это самое главное искажение Оно исчезает То, что уводит человека от себя Это вот этот страх Кстати, на тему смерти нет Я вчера увидела один эпизод из фильма И я была под впечатлением Потому что, в принципе, на практике люди приходят к тому К чему мы пришли в психике И это получилось подтверждение Я про смерть Мы же говорим, что смерти нет Есть инкарнационный цикл И там через прах Через интеллект тела Передается Через отсутствие информации Передается создание нового тела Но это связка единая Для перетекания сознания День-ночь потекло сознание Жизнь-смерть по контурам И вчера, когда я увидела Что люди, которые кремируют других людей И вот они заметили такую штуку Что прах, который остается от человека После сожжения Именно сам прах По весу равен Весу, с каким человек родился Вот у меня это вызвало такое А Потому что это на самом деле должно быть так Это правильно так Но, казалось бы Кто будет взвешивать? Вот кому не хрен делать Таким заниматься, да? Оказывается, есть люди Которые вот с этим работают И которые тоже сопоставив И увидев Поговорив с родственниками И сопоставили эти данные Что же ты знаешь Это было очень интересно Это интересно, знаешь Как версия, да? Мы с тобой обсуждали А вот именно сейчас Я знаешь о чем? А ведь сжигают с одеждой Понимаешь, тут тоже вопрос получается Если говорить приблизительно То да А в точности Сомневаюсь Смотря как бралось для экспериментов Ну согласна Если Согласна Что вот если для экспериментов То вполне вероятно Что полностью тело Да И как бы тогда чистый Да Чистый эксперимент Чистый Результат, вернее, чистый Вот А если Кто его знает тут Но то, что это откликается Это сто процентов Вот очень откликается Просто если брать геометрию Да И инкарнационный цикл То как раз-то переход через прах Оно должно быть так Сколько осталось Только родилось Ну В общем В принципе Оно навевает Так Откликается Да Но Под сомнением Все-таки можно поставить Эксперимент сам Конечно Все можно поставить Этот эксперимент Это же Проявление сознания В материи Но мысли Однако мысли Уже появилось Мысли в эту тему Пошла, да Интересно Вообще Все, что касается Праха, распада И передачи информации Через отсутствие информации Интересно Да Это как дырочки В перфокарте Ну да И это разновидность Передачи информации Которая может объяснить Распад тела И почему инкарнация Происходит именно так Но вернемся К инфодайвенку На самом деле Вот эти состояния Погружения в себя Переход через глубокий сон И состояние просыпания И в этих состояниях Просыпания Когда сознание Уже полностью двигается Точка сборки В расширение сознания То следующий шаг Который Следующий вопрос Который законно Должен возникать В голове Здравомыслящего человека Что такое Расширение сознания И это не должно быть На пальцах Что ты там станешь Ангелом Архангелом И так далее Без тела Это не про расширение Сознания Это про потерю тела Без тела ничего не будет Без тела вообще Вообще ничего не будет А вообще вот все Что касается Расширения сознания Тут конечно Геометрия Играет свою роль Это все наглядно получается Ну и это Движение точки сборки По разным сегментам И вот это уже интересно А смотри Как изменилось Наше восприятие За пять лет Скоро инфодайингу Будет пять лет Какими мы были Когда мы начинали Можно даже видео Посмотреть какими мы были Тогда И какими мы стали сейчас И как изменилось Наше восприятие Как изменилось Наше отношение Ко всему Как мы смотрим На одни и те же Истории На болезни На родителей На детей Очень сильно изменилось На людей Которые учатся На истории Там разные ситуации Где человек лжет Или не лжет Или еще что-то Как он проявляется Оно просто Оно просто Даже не то Что вот Ты смотришь Ты знаешь Ты смотришь Знаешь Как оно проявляется Я хочу тебе сказать Буквально Недавно Вот я не знаю Сколько там В течение месяца Может последнего Я в себе Заметила Одно интересное Даже не помню Как вдруг Произошло Я четко Словила в себе У меня Исчез Страх Скажу какой Раньше Раньше у меня Был Ну было Там знаешь Где-то там Ночью встать И идешь Так И внутри Такое Жутковатое Да Исчезло Меня Одно Оставить В доме Большом Спать Одно В большом Доме Это было Нереально Вообще Абсолютно Спокойно Сейчас Вот у меня Полностью Ищ То есть Для меня Кроме меня Ничего нет То есть Исчезло Все 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 во мне Все я Но это же не значит Что всех моих близких Нет А сама суть Вот этот У меня исчез Вот этот Страх Чего-то вынесенного О Правильно сказать Чего-то вынесенного Интересно Вот ты говоришь Про страх Вынесенного А у меня Был страх Такой Подсознательный Страх Отговорить Людям То, что есть На самом деле То, что я вижу Чувствую А это у меня Так вообще То есть Это был Такой момент Когда Я боялась Быть плохой Девочкой То есть Я боялась Испортить Отношения И быть Сумасшедшей Быть Я не боялась Вот как раз Вот эта ломка У меня еще Произошла Тогда В 2007 А Вот полностью Испортить отношения С клиентом Испортить отношения Там с близкими Еще с кем-то Я очень сильно Боялась Так вот Испортить отношения Получалось Это Ну Сказать Правду И вот Такой момент Что Я буду плохой Вот это дело У меня улетучилось И знаешь Этому делу Помогли клиенты Ведь Если бы мы Человеку Не говорили Правду Если бы мы Где-то Лукавили Дабы ему Не было больно Человек бы Не менялся Он бы Выносил ответственность Мы бы Оставались у него Авторитетом И в него Не было бы Результата А когда Ты говоришь Человеку Правду Да ему Больно И не все Готовы ее Слышать Есть те Которые Закрываются Замыкаются И на какое-то Время Выпадают Из поля зрения Но они потом Видят Что у них Жизнь меняется И потом все равно Выходят Правда говорят Было очень больно Но это больно Заставило их двигаться И вот этот момент Конечно Он сам по себе Важен Потому что Именно он Приводит к результату И у меня Исчез вот этот Вот страх Перед клиентами И перед знакомыми И перед друзьями Быть плохой Ну плохая И плохая Ну и хрен с вами Я разрешаю им Жить своей жизнью Как угодно И говорю Всегда только Правду То что я чувствую Да Согласна У меня Ну ты же знаешь Как я даже В консультациях Как я раньше Я понимаю Что сейчас Я скажу Человеку Станет больно И я тоже Ломалась Ну ломалась На самом деле А потом Я расслабилась В этом плане Тоже стала Говорить Ну в принципе В принципе Как ни парадоксально На самом деле В жизни Я И до этого Могла сказать Правду За что Меня не понимали Но Ну то есть Обижались даже Да Называли Ну там мои Там близкие Называли Ну там Жесткое Допустим Да Но все равно Это не то То же Какая я сейчас Это совсем другая Это на самом деле Да И Это все по-другому Отражается во мне Даже чувство Потому что Я понимаю Бессмысленность Если ты Если человек У тебя что-то спрашивает А ты начинаешь Ему Ну то есть Тебе неловко Сказать правду Да И ты понимаешь Что ты Ну тогда получается Ты будешь лгать Либо промалчать Так это то же самое Что если Допустим Ты знаешь Что сейчас Там Человек упадет Там яма Допустим А человек не видит Да А ты молчишь И ждешь Да Это то же самое И человек падает На твоих глазах А смысл тогда Вообще Видеть И вообще Как бы Общение Смотри Вот скоро будет 8 8 декабря Будет 5 лет Инфодайинга А это же 8 Точно 8 декабря И Мне так даже захотелось Пересмотреть Наши те видео Которые мы В год В два В три В четыре Транслировали Мы рассказывали Делились Своим Опытом Мы делились Своими результатами Где-то Водушевленные Были Где-то Не очень Вот это все Очень интересно Потому что Сейчас будет 5 лет И когда Я оглядываюсь Я понимаю Мы другие Мы другие За 5 лет У нас Взгляд На истории На ситуации На выход На мир На вселенную На все Извинился Полностью И нет Варианта Что это Все Не я Нет Его Просто Нет Если раньше Ты искал Чего-то Снаружи То теперь Все идет Изнутри Если раньше Ты шел Наружу То теперь Все двигается К тебе В обратную Сторону То есть Полностью Изменилось Восприятие Оно Изменилось Настолько Что Возвращаться К тому Восприятию Уже даже Сложно Вот даже Разворот Какой-то Сделать Уже тяжело Потому что Тебе надо Посмотреть Из объективного Объективное Как бы Выпало Уже Растворилось Оно Полностью Субъективным Стало И вот Эти моменты Трансформационные Конечно Но это 5 лет Пути 5 лет Через Те состояния Без которых Ты не сможешь Пройти Вот это Все И не сможешь Расширить Сознание Это про расширение Сознания Плюс Сколько было Моментов Помнишь Когда Просто мозг Не держал Голова Кипела Конечно Самочувствие Тело Не держало А мы шли И шли И шли И шли И шли Это не про страхи Это про физиологию Да Я очень хорошо Помню Наташа Как у нас Когда шла Книга Инфодайвинг Подсознание Ну Шла Еще Она только записывалась И она была у нас С тобой в процессе Я так хорошо Это помню Это же на самом деле Это такая шиза Там просто Когда это геометрия Три Поттер отдыхает Да Это все Я знаю что помню Как я Я к тебе на дачу приезжаю Мы там в лес идем Мы просто общаемся А потом как начинаем Вдруг Как Мы Помню знаешь А как гроза гремела Как семью Палкой Помнишь Палкой писали на дороге Чтобы нарисовать Что приходит Какие знания Вот это И потом приходим К тебе там в комнату На кухню На даче Садимся за стол Берем Открываем тетрадку Быстро Рисуем И смотрим То что нарисовали И офигеваем Вот это я так хорошо помню Грозу Да Гроза Когда вот такие напряженные моменты И важная информация распаковывается Да И ты так У тебя голова кипит Информация идет И тут Гроза гремит Как вот в точку Да И сколько раз такое было Когда вот именно важный пакет информации Шел из подсознания Всегда гром был И гроза То есть вот эти вот штуки Я когда вспоминаю Просто такая шиза И ты знаешь Это шиза вся записана И это реальное путешествие По психике человека И ни одного с результатами Представляешь Это все на реальных событиях Я когда смотрю Фильмы про Гарри Поттера Это детский лепет На этом фоне И я понимаю Что если в нашей жизни Нам захочется Попробовать какие-то моменты Взаимодействия с режиссурой Или с продюсерами То это будет То это можно сделать Очень хорошие вещи Но это может быть Не с позиции Какой-то телеканал Или кто-то Прокачал нам условия А вот Себе прочувствовать Интересно ли нам Вот я в последнее время Начала задуматься На эту тему А интересно ли нам Вот такой вариант работы Интересно ли нам Такой вариант Популяризации того Что есть в психике Интересно ли нам Чтобы проснулось сразу Большое количество людей Потому что это на самом деле Угроза Обрушению игры Тут много Но интересно ли нам Вот знаешь Это тоже по лезвию ножа По лезвию бритвы Тут такие вещи Очень интересные Да Насчет просыпания Это видишь Как это на самом деле И невозможно Чтобы проснулось Большое количество Сразу Это Процесс Который Как гусеница Так может Знаешь так Проснулись Заснули Проснулись Заснули Проснулись Заснули Ну да Тогда это идет Тогда это идет Движение Непрерывно Да Движение А если проснулись Это то же самое Что взрыв Такой Вы рассыпались И тогда нет Вот этого Общего фона сна Да Магнетического Смотри Ярослав Начал заниматься Музыкой И внутри Кайф Я тоже хочу Музыкой заниматься И все-таки Позволь это Ребенку Ну да Поэтому Я вот думаю Мы может посетим Сейчас послушаем Как играет ребенок В спокойной обстановке А то что мы рассказали Про наше восприятие Я думаю люди и так поняли Чем отличается Инфодайинг От гипноза Если они захотят Больше И глубже Совершить путешествие В психику То есть книга Управление восприятием Это учебник по гипнозу Там систематизированы Все психотехники И все это потом Подведена Черта Итог И дальше Таблица каткового Состояния гипнотических И так далее И все психотехники Касаемо кодирования То есть это полный учебник По гипнозу Не надо больше ездить И ходить на тренинги Для того Чтобы пытаться Получить какие-то знания Там все системно То есть кашу в голове Можно привести в порядок Можно разложить все по полкам И дальше У нас есть книга Инфодайинг Надсознание Подсознание Счастье Коллективное Бессознательное Знание Глубина Парадоксальное И парадоксальное восприятие Готовится иллюзионист Эти книги Которые полностью Могут провести По глубинам психики Как путешествия И дать человеку Возможность Познакомиться С собой настоящим Это как клубочек Вот как раз таки Баба-яги Это об этом К себе самому И для тех Кому неинтересна психика Но кому интересны Именно сами озарения Для того Чтобы что-то осознать Есть книги По чату мам Они невероятные Я сегодня в инстаграме Опубликовала обратную связь Просто реально У человека Взрывается мозг От каждого сообщения Что там идет Но эти взрывы Необходимы Для того Чтобы ты заметил Своего ребенка И начал становиться Человеком Чтобы твой ребенок Поправился И не важно Какое заболевание Важно Заболевание Дано тебе Для того Чтобы ты изменился Начни меняться Через книги Ну и вот сейчас Уже все Уже есть обложка Уже есть Издательство Которое будет Издавать Книгу По чату Мам Номер два Ну и потом Будет вычитываться Третья Их должно быть Либо третья Будет очень большая Либо будет Третья Четвертая Посмотрим Но это Результат Нашего Труда За пять лет Вообще Итоги подведем Сятого числа Потому что Восьмого Не наш день Восьмого Это у нас Что? Пятница Пятница Значит Одиннадцатого Подведем Результаты Нашего Труда Одиннадцатого Понедельника Одиннадцатого Значит Одиннадцатого На стриме Поговорим Про то Как Какой путь Прошел Инфодайм За пять лет И нету аналогов психотехник, инфодайм, их просто нету Их не может быть, потому что это поле полностью перекрыто религиозными убеждениями Дабы овны не просыпались С добрым утром, друзья!